Представители Кремля все чаще заявляют об угрозе применения грязной бомбы. Дошло до того, что они стали названивать европейским министром и руководителем органов безопасности других стран с предупреждениями о том, что Украина, мол, готовит ужасную ядерную катастрофу. Правда, вот фактами оперировать Кремль не спешит, предлагая поверить на слово. По предыдущим действиям российской стороны уже давно стало понятно. Подобные заявления не звучат просто так. Что это – реальная угроза или очередная попытка устрашения? И как подобная провокация может коснуться Беларуси? Это все-таки война, и на войне как на войне. Мы должны исходить из того, что если у сторон есть какое-то оружие, и они по каким-то причинам его пока не используют, может настать момент, когда они его смогут или решатся использовать. Это ведь не дуэль благородный джентльменов, которые выбирают секундантов, выбирают оружие, и только этим оружием ведут дуэль. Это совершенно другая история. Это первое. Второе, я думаю, все-таки, что пока это не грязная бомба, это информационная бомба, которую Россия пытается подорвать на Западе с тем, чтобы, во-первых, обвиняя Киев в том, что он создает грязную бомбу, дискредитировать Киев в глазах Запада. Ну и в большей степени, потому что дискредитация в данных условиях – сложная задача. Все-таки для Запада понятно, кто есть агрессор, и кто в любом случае несет ответственность, что бы ни взорвалось на чьей территории, виновником этого будет все равно Россия, потому что она развязала этот конфликт. Но вот я думаю, что одна из причин – это усилить настроение на Западе антивоенное с тем, чтобы усилить давление на Киев, заставить прекратить войну. Такие настроения на Западе есть, они пока не имеют, ну не пользуются большой популярностью, но ведь грязная бомба – это не единственное, чем давит Россия сегодня на Запад. Она давит на Запад и энергетически, и вот сейчас будет зима, и многое зависит от того, будет она холодной или нет, как переживет Европа эту зиму. То есть это такая массированная атака, где есть место и грязной бомбе, но именно как информационной. Если подходить к вопросу практически, понимаете, если у русских есть данные, что где-то в Украине есть объекты, где разрабатывается грязная бомба, ядерная бомба, да какая угодно, какая проблема с тем, чтобы нанести по этим объектам удары высокоточным российским оружием. На самом деле, если посмотреть исторический опыт, вот допустим Израиль, в тех случаях, когда Израиль узнавал, что где-то по соседству какая-то страна, Сирия, Иран, близка к тому, чтобы разработать опасное с точки зрения безопасности Израиля оружие, он поднимал самолет и наносил по этим объектам удары и снимал проблему с повестки дня, не устраивая из этого международный шум. Поэтому с моей точки зрения пока все-таки, я думаю, это информационная бомба прежде всего. Это способ давления, массированного давления на Запад. И то, что за это дело берется сам Шойгу, это, в общем-то, призвано подчеркнуть, что вроде как это все серьезно, раз уж сам министр обороны тут обзванивает всех как секретарш. Теоретически мы, конечно, не можем этого исключить, такого сюрприза сбоку Москвы, именно такой инсценированной провокации, уже хотя бы потому, что Москва решилась на эту войну, на эту операцию, не считаясь жертвами, до сих пор не считает, и вот готова заново положить, вернее готова, мобилизовав, положить еще 300 тысяч человек. Поэтому вряд ли Россия, Кремль будет считаться с какими-то жертвами, где бы то ни было. Если будут в этом какие-то тактические интересы или стратегические, если такой теракт или такое событие будет соответствовать интересам Кремля, будет интересам Кремля. Но я в этом не вижу смысла особенного, не с точки зрения Украины, если даже такую угрозу рассматривать, хотя это полный, на мой взгляд, абсурд, не с точки зрения России все-таки. Ну, это действительно очень грязное, я бы сказал, дело. Я думаю, что Минск находится в такой сильной зависимости от Кремля, что, в принципе, прямого указания вводите войска будет достаточно, чтобы они были введены. Не отвертится Лукашенко, ну, нет у него возможности, нет такого поля для маневра, не смог он... К сожалению, Беларусь все глубже и дальше уходит в Россию, экономически, энергетически, кредитно и так далее. Вот, поэтому зачем такие, в общем-то, сложные штуки? Но то, что это разносят пропагандисты, это вот как раз-таки мне в большей степени понятно, потому что, так или иначе, Лукашенко нужно как-то оправдать, и Путину нужно как-то оправдывать это все, представляя украинцев некими злодеями, нацистами, фашистами, представляя их страной, которая, там, стряпает ядерное оружие или грязную бомбу, и этим угрожает всему региону. То есть, это банальное оправдание прикрытия своих агрессивных планов, намерений, прикрытия войны. Им нужно постоянно находить оправдание. Вот, понимаете, до сих пор же никто не понимает, какие цели у этой войны. То есть, я, даже Путин перестал об этом говорить, они изначально звучали очень фальшиво, придумано, натянуто, а сейчас и вовсе непонятно, вот зачем эта мобилизация, чтобы сделать что, чтобы пойти куда, чтобы... Очень загадочная, очень загадочная спецоперация, война, и поэтому придумываются новые причины, почему ее нужно вести. С точки зрения российского обывателя, возможно, это действительно подействует. Ах, они еще и грязную бомбу разрабатывают, ах, они могут ядерную бомбу, ну, конечно, нужно избавить Россию и весь мир, они же мессия, избавить весь мир от такой угрозы. Ну, а наши поддакивают просто-напросто. Больше о последних событиях в Беларуси вы всегда можете узнать на нашем сайте. Читать все новости и статьи без VPN можно при помощи нашего мобильного приложения. Все ссылки в описании.